До лета осталось ровно 69 дней. Какая красивая цифра. Две цифры. 69. Отличное число. Поздравляю вас с этим. Ну, конечно, эти 69 дней будут достаточно сложными. Но не секрет, что мы ведем спецоперацию, за это на нас ополчился весь мир. Объявлены санкции, причем санкции объявлены так, чтобы докосалось каждого из нас, а не только наших олигархов. Ну, лично я пока чувствую себя более-менее уверенно в магазинах. Вот, по крайней мере, когда я туда хожу, все есть. Сегодня искал лекарства в аптеке, тоже нашел. Даже те, которые две недели искали. Видимо, все-таки завезли. Ну, а если серьезно, вот ближайшие 15 минут и поговорим о новой экономической реальности, в которой оказался наш Хабаровский край. И сегодня у нас Мария Юрьевна Авилова, первый заместитель председателя правительства Хабаровского края, которая, собственно, больше всего за экономику у нас в крае отвечает. Ну, если говорить серьезно, насколько на экономику Хабаровского края вот все это свалилось? Держимся пока. Могу сказать сразу, что ситуация непростая, но полностью контролируемая. Мы с вами не первый раз проходим различные кризисные ситуации. Это было 2008-2009 год, 2014-2015, когда шло вхождение Крыма в состав России. Особую вакцину нам дала зарядка, та, которая связана была с коронавирусом, когда мы фактически по-новому перестраивали всю работу. Это действительно оказалось такой реальной вакциной с точки зрения реализации всего комплекса мер, который на сегодняшний день запущен. Ну, могу сказать, что на сегодняшний день все ключевые отрасли и предприятия работают стабильно, то есть идет отгрузка, оказываются услуги, осуществляется продажа товаров. Все системы жизнеобеспечения работают без сбоя. Это электроэнергия, транспорт, все, что касается жилищно-коммунальной сферы, все у нас стабильно. Мы готовимся к посевной, по сельскому хозяйству. Даже инвестиционные проекты у нас все находятся под жестким контролем. Мы контролируем всю ситуацию. Это наша задача, чтобы весь тот потенциал экономический, который мы для себя планировали и ставили задачи, был реализован. Понятно, жителям испытывают определенные трудности, но все социальные выплаты Хабаровским краем полностью выплачиваются. То есть никто не остается без внимания. Это и дети, и семьи с детьми, инвалиды, пожилые. То есть все выплаты, которые требуются, все осуществляется. Конечно же, население, жители для нас является приоритетом номер один. Мария Юрьевна, раз вы заговорили об инвестициях, я вот перед программой так на вскидку о потерянных инвестициях, которые произошли с 24 февраля. Строительство ГОКа, это компания Кенрос Голд, отказались от проекта строительства завода по сжижению газа в поселке Декастри. Макдональдс заявлял в середине февраля об инвестициях в 500 миллионов рублей. Тоже понятно, что их уже не будет. Как эти потери скажутся? Как вы их оцениваете? На самом деле мы не считаем, что это какие-то серьезные потери, но с точки зрения Эксона это, понятно, политическая ситуация. Но той же компания Кенрос Голд, на самом деле, она пока отозвала свое приостановление деятельности и определяется просто с технологией оборудования. То есть это не говорит о том, что компания приостановила деятельность на территории Хабаровского края. Напомню, все-таки она планировала реализацию в одном из наиболее интересных с точки бизнеса сфере. Это связано с золотом и с воением месторождения Чульбаткан. Ну а компания Макдональдс, я не считаю, такой великой потери, на самом деле она приостановила деятельность, она заработную плату работникам выплачивает на сегодняшний день, но не определилась окончательно с дальнейшей своей деятельностью. Но напомним, общепит, наша сфера, которая касается гостеприимства, она готова, мне кажется, развернуть в различных направлениях и полностью заменить ту нишу, которую занимает Макдональдс. А то, что ExxonMobil уходит из проекта Сахалин-1 на снабжении газом нашего региона, это не скажется? Ну потому что понятно, что оттуда и ТЭЦ наши получают газ, да и, в общем-то, потребители обычные. На самом деле в отношении газа Михаил Владимировичем Дегтяревым направлено обращение на Минэнерго России для того, чтобы нам обеспечили стабильную все-таки работу. На самом деле компания Exxon нефтегаз-лиминтед, она не прекратила в полном объеме, то есть бурение, оно дальше осуществляется, и сейчас идут комплексы переговоров как с правительством Сахалинской области, так и с правительством Хабаровского края. Терминал в Декастрии по-прежнему действует? Действует, да, и газ поставляется на территорию Хабаровского края. Вы заговорили про Макдональдс, я сегодня мимо проходил, там рядом KFC и Макдональдс, да, и оба, ну, по крайней мере, ничего не убирают. То есть, скорее всего, они настроены... На самом деле, если говорить терминами, которые идут по рынку труда, да, они приостановили деятельность, то есть они не прекратили деятельность, они не заявили о высвобождении работников, они просто находятся в процедуре простоя. Ну, а если говорить в целом о серьезной экономике, ну, понятно, общепит – это все-таки мелочь. Какие отрасли больше всего страдают? А какие, наоборот, вот меньше? Вы знаете, вот пока существенного влияния на отрасли мы не видим. То есть правительство КРА работает практически в ежесуточном режиме, да, 24 на 7. Мы... Есть некоторые сбои у нас вот были с ажиотажным спросом населения, да, на отдельные продукты питания. Мы вовремя подключили Минпромторг России, Минсельхоз России. Сейчас эти поставки организованы на территорию Хабаровска КРА. Понятно, есть какие-то сбои с вагонами, есть сбои у нас с оборотными средствами, в том числе и оптовиков, которые осуществляют на территории КРА. Но все эти вопросы мы решаем в ручном режиме, и поэтому все запросы, которые сегодня идут со стороны предприятий, бизнеса, мы оперативно решаем, в том числе и в рамках ситуационного штаба, который создан на уровне правительства Российской Федерации. Могу сказать, я только что пришла со штаба, который проводит господин Белоусов, да, вместе с Собянином, тот, который идет как раз в контроль всей ситуации в целом по стране. Изменения, вернее, необходимость искать новые логистические схемы с поставками там комплектующих, оборудования и прочего. Это безусловно. Вот здесь какова ситуация на сегодняшний день? Здесь, безусловно, мы работаем с каждым предприятием в отдельности, с каждой отраслью собираемся, выясняем те, где сложности, где есть изменения в цепочках поставок, и пытаемся урегулировать эти вопросы. Потому что на сегодняшний день, вы видите, на уровне Минпромторга России развернута биржа импортозамещения, то есть на нее сейчас, на эту площадку, выгружаются все предприятия, подключаются, в том числе Хабаровского окрая, к этой площадке, и начинают между собой взаимообмен, да, с точки зрения тех возможных новых поставок, которые можно организовать на территории Российской Федерации, уже внутри именно Российской Федерации. Да, с отгрузкой угля проблем не возникает. Я имею в виду, конечно, Советско-Гавенский узел, потому что я просто не нашел информации, вот те корабли, которые этот узел возят за границу, они по-прежнему работают, действуют? Все по-прежнему работает, могу сказать, что сейчас как раз это одна из тех перспектив и возможностей, которые есть у Хабаровского окрая, да, реализовать свой потенциал, на самом деле любая кризисная ситуация, это наши возможности. И сегодня мы видим, что если смотреть на логистику в целом, то сегодня перекрыты практически северо-западное направление, южное направление, да, и основные грузы сейчас идут потоком на Дальний Восток. И поэтому здесь сейчас основная ниша, да, где сегодня можно получить свой доход, да, прибыль и развернуть производство. На самом деле за последнее время очень много появилось потребностей в создании производственно-логистических центров, да, изменение потоков через границу, в отношении портов. И буквально в ежедневном формате работает штаб по логистическому направлению, его возглавляет министр транспорта Российской Федерации Савельев. И как раз в оперативном режиме, у него создан ситуационный центр, решаются все вопросы, которые у нас возникают с поставкой вагонами там и грузами, которые идут в отношении портов. Может быть, обсуждается вопрос об ускорении реализации Восточного полигона в второй очереди? Безусловно, это сейчас номер один проект. Железные дороги имеют. Безусловно, это проект номер один, и кто знаком с планом первоочередных действий, которые приняты Российской Федерации, то там как раз предусмотрена в том числе докапитализация российских железных дорог, на реализацию проекта развития Восточного полигона. А сейчас вопрос, который больше всего волнует наших зрителей, обычных людей, не экономистов. Все хотят остаться с работы и получать зарплату. Какова ситуация на рынке труда? Не планируется ли увольнение массовое? И если вдруг где-то начнутся, достаточно ли у нас свободных рабочих мест? Вы знаете, вот в отношении рынка труда, на самом деле, ситуация достаточно стабильная. Но если посмотреть на показатели на сегодня, то уровень безработицы у нас составляет всего 0,7%. То есть это очень низкий уровень вообще за последние года 3-4. И при этом, если в цифрах говорить, то это приблизительно 4700. На начало года безработных было 5500. То есть это даже ниже планка, которая у нас была на начало года. При этом вакансий гораздо больше. Гораздо больше. Их порядка 18 тысяч вакансий мы сегодня можем предложить. И даже те компании, которые приостановили, находятся в простой, они заявляют, на самом деле, пока в службе занятости заявлено порядка 270 человек, не более. А для работодателей какие-то преференции делают, чтобы облегчить им? Безусловно, мы уже подготовлены к процессу. Если начнется массовое освобождение работников, и на сегодняшний день уже разработана программа, ее Евгений Леонидович Нига в понедельник представлял на штабе у Михаила Владимировича Дегтярева. Именно по трудоустройству там предусмотрен ряд мер. Это в том числе и переобучение работников, и привлечение к общественным работам, временным работам. И мы сегодня уже имеем поддержку со стороны правительства Российской Федерации. Порядка 350 миллионов рублей уже предусмотрено Хабаровскому краю именно на поддержку безработных и занятостей. А вот как могут быть использованы эти средства, о которых Вы сказали? Это, ну не знаю, выплата компенсации, кто временно остался без работы. Это вот поддержка, сохранение рабочих мест в тех предприятиях, которые там, возможно, временно будут вынуждены остановить свою деятельность. Вот уже есть понимание? Ну традиционная мера поддержки, это, конечно же, выплаты пособия, это безработица. Но в рамках этой программы именно предусмотрен механизм обучения, переобучения. Например, компания планирует переформатировать свой процесс, и с точки зрения логистических цепочек, поставок и так далее. И вот она внутренний процесс свой форматирует и говорит о том, что ему нужно провести переобучение работников. Но основное условие этим компаниям мы ставим сохранить рабочие места. И мы будем давать им на переобучение, запланированное порядка тысячи человек, переобучить, и предприятию будет выдаваться практически на одного работающего 60 тысяч рублей. Вы знаете, наши зрители очень сознательные люди. Они нам на регуляционный WhatsApp даже экономические советы присылают, что лучше сделать в это сложное время. Их советы, возможно, кому-то можно пересылать, возможно, судам и пригодится. Мы с удовольствием, мы открыты. Вы знаете, что у нас открыты телеграм-каналы полностью. Мы работаем ВКонтакте, в Одноклассниках. Можно обращаться в сети Михаила Владимировича Дегтярева, можно обращаться на правительство Хабаровска. Как раз все оперативно поступает сразу во все экономические службы по тем вопросам, которые есть. Ну, кстати, вы упомянули, что после присоединения Крыма был уже удар, и мы к нему успешно адаптировались. И во многом сейчас держимся, потому что научились. А если говорить о будущем, возможно, именно этот удар, еще более сильный, даст какой-то толчок росту, наоборот? Ну, я в этом... И уже об этом надо думать. Я уверена глубоко о том, что действительно мы имеем колоссальные возможности реализовать полностью свой экономический потенциал, но я уже называла в точке зрения транспортной логистики, да, то есть мы становимся центром для всей Российской Федерации с точки зрения именно логистики. Безусловно, наше авиасудостроение, вы видите, как оно быстро адаптируется к изменениям и условиям, и сегодня, если смотреть на авиастроительный комплекс, да, мы работаем в рамках флагманских направлений, которые определил Михаил Владимирович Дегтярев, при этом хочу отметить, что мы не оставляем ни одно флагманское направление, все задачи, которые были поставлены, стратегия губернатора, они будут реализованы, и вот в рамках авиастроения уже формируется практически авиакластер, где мы дополнительно еще к нашим суперджетам, к нашим самолетам военного назначения добавляем еще Байкал самолет, и сегодня мы в том числе рассматриваем вместе с Минпромторгом России, вместе с Минвосток, развитие России, корпорации, развитие по созданию различных элементов, комплектующих для этого самолета, то есть вы уже видите, какая такая определенная, кластер создается только в рамках Комсомольска-Наамурия, тех площадок, которые там задействованы. Что будет с ценой, Мария Юрьевна? Вот с учетом изменения логистических схем, с учетом того, что мы во многом зависим от западных регионов страны, ну, не знаю, начиная от бытовой химии, там, заканчивая, ну, теми же лекарствами в том числе, какие прогнозы здесь, потому что многие на себе уже почувствовали изменение цен? Безусловно, мы видим и президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, да, сказал о том, что нельзя искусственно сдерживать цены, вместе с тем мы делаем все действия правительства Хабаровского окраста для того, чтобы стабилизировать цены на территории Хабаровского окраста. Вы видите, мы одними из первых заключили соглашение с ключевыми розничными сетями, которые работают на территории Хабаровского окраста. Мы с этими сетями, которые в том числе являются крупными оптовиками по инициативе Михаила Владимировича Дегтярева, мы обратились в том, чтобы они вошли в систему образующие предприятия. Почему я говорю об этой всей цепочке? Потому что механизм системы образующих предприятий федерального уровня, оно дает нам возможность привлечь оборотные средства по более дешевым возможностям. То есть на сегодняшний день уже Минпромторгом запущены постановления, в рамках которых предусмотрено, допустим, кредитование под 10-12%. То есть это, соответственно, нам дает возможность держать тот рост, только связанный, например, с ключевой ставкой рефинансирования. И поэтому мы здесь вынуждены предпринимать ряд действий и меры для того, чтобы сбалансировать. Но на сегодняшний день тем торговым сетям, которые у нас заключены соглашения, мы договорились, что на основные жизненно важные товары, которые определены правительством края, сохраняем надбавку не более 5-10%. Мы уже видели, что это означает, что на другие товары вырастет торговая надбавка. Когда были такие соглашения заключены в прошлые годы, во время пандемии. На продукты основные, да, сохранялись цены, но они росли в других местах. Вот какие прогнозы? Сегодня мы в том числе дали предложение главам муниципальных образований подключиться к процессу. Они тоже работают с точки зрения сдерживания цен и заключения своих соглашений. Уже порядка 121 соглашения заключили и наше муниципальное образование, чтобы тем самым сдержать. Но в отношении северных территорий, вы знаете, что там идут организованные, они регулируются комитетом по ценам и тарифам. Северный завоз. Северный завоз, да. Имеется в виду по продуктам питания. И там, конечно, контроль осуществляется в том числе и Федеральной антимонопольной службой в случае превышения цен тех надбавок, которые изначально установлены для северных территорий. И в завершение можно предложение, как не допустить повышения цен. А вот всякие, кто заказывал товар за границей, знают, что даже если вы заказывали в Китае, они сначала летят в Москву, а потом через всю страну к нам. Нельзя как-нибудь поменять эти схемы? Вот самое реальное – добиться, чтобы все немного подешевле было, сделать так, чтобы перевалочный пункт был не в Москве, а у нас. Это реально? Это реально. На самом деле, когда мы с вами говорим про те же самолеты Байкал, мы работаем вместе с Почтой России для того, чтобы логистический центр здесь создали именно в Хабаровске. У нас уже есть там два самолета, мы с вами создавали логистический центр, сдавался у нас в прошлом году. И я думаю, здесь как раз это возможно для того, чтобы именно поменять цепочки связей и создать крупные логистические центры на Дальнем Востоке. Хабаровский край здесь, конечно, имеет приоритетное значение. Спасибо. На КСАХ была Мария Юрьевна Авилова, первая заместитель председателя правительства Хабаровского края. Спасибо, что пришли.